Издательство «Эксмо» представляет Мария Метлицкая От солянки до хот-дога Истории о еде и не только Читает Любовь Конева Сейчас модно писать о еде Делиться впечатлениями и рецептами Существует множество кулинарных передач И не меньше кулинарных блогеров И даже целые тематические телеканалы Их, кажется, несколько Только ленивый не взялся за это А я уж точно не из ленивых И еще Все так устали от событий последних лет Что мне захотелось написать книгу Легкую, без драматических сюжетов Без описания трагических судеб героев Словом, такую, чтобы прослушать и улыбнуться А возможно, кому-то пригодятся мои проверенные рецепты А здесь будут только такие Надеюсь, они вас не разочаруют Кстати, несколько моих коллег Написали прекрасные книги именно о еде Книги эти написаны с юмором и, между прочим, очень полезны Некоторыми рецептами я с удовольствием пользуюсь В общем, спасибо, дорогие коллеги Как говорится, зашло Итак, я поделюсь с вами кулинарными воспоминаниями Правдивыми историями Смешными и не очень Многолетним опытом хозяйки И, конечно, рецептами Ну, поехали! Детство В Советском Союзе культивировался образ здорового ребенка Румяные, толстые, выглядывающие из-за ушей Щеки с ямочками Перевязки на ручках и ножках Словом, эдакий пухлый и веселый толстячок С вечно открытым, как у птенца, ротиком Наверное, это последствия голода и войны И любой худой ребенок считался недокормышем Рахитиком и даже больным Родителей такого детяти обсуждали и осуждали Так же было и со мной В детстве я была худющей, даже тощей Где эти счастливые времена? Есть не любила в принципе Что было вечным поводом для страданий мамы и бабушки Вкусная А бабушка была кулинаркой отменной Полезная и не очень Кислая или сладкая Вызывала гримасу на моем бледном и худом личике Развеселить могло только мороженое Здесь без вариантов А, вру! Еще фрукты Фруктовым наркоманом я была всегда В два года меня спросили Кого ты больше всего на свете любишь? Я честно ответила Абуз В смысле, арбуз Моя любовь к арбузам, надо сказать, сохранилась А еще к черешне, абрикосам, смородине, крыжовнику, грушам и яблокам Но эта роскошь была доступна только в летние месяцы Да и то на курорте В столице, где цены на рынке кусались Мне покупали маленькие кулечки с любимыми фруктами Выручали бабульки на дачных крошечных самопальных рыночках Продающие фрукты кучками, а ягоды баночками Но каждое лето мы уезжали на Украину В Бердянск К бабушкиной сестре И вот там наступало раздолье Но об этом позже отдельной главой Единственные ягоды, к которым я равнодушна Клубника и земляника Я их просто не ем Навсегда осталось в памяти Крошечный пирожок с земляничным вареньем И через час вызов скорой Ребенок корчится от болей в животе Такая вот аллергия С возрастом прошло Но ягоды эти мне безразличны В памяти остались жуткие боли В полтора года мама отвезла меня к бабушке по отцу В дачный поселок под Донецком И оставила жесткие инструкции Чем кормить и как В рацион входили каши Легкие овощные супы Отварное мясо или рыба Мама вернулась дней через десять И застала такую картину Дочь ее, то есть я Бегала по дому Держа в руке что-то замусоленное Непонятное По виду липкое или жирное И что удивительно Ребенок засовывал в рот это нечто Как соску или конфету И издавал звуки радости Что это? Ледяным голосом поинтересовалась мама у свекрови Что у нее во рту? Сало, спокойно ответила свекровь Борщ съела, а сало не доела Борщ, повторила мама Борщ со сметаной? На жирной грудинке? Свекровь спокойно кивнула А на чем же еще? Сало, шепотом повторила мама А что с ней будет потом? А что будет? Легкомысленно пожала плечами свекровь Ничего Она все дни ест сало с борщом И что? Ничего Смотри, как ей нравится Мне кажется, это действительно нравилось По крайней мере, мой вид Говорил именно об этом Полоску сала из рук Я не выпустила Несмотря на мамины усилия И ничего со мной не случилось Все было отлично Ни жирная грудинка мне не навредила Ни домашняя жирная сметана И сало не навредила Я его полюбила Но это так Штрих Штрих к главе детства Обычный ребенок Обычный детсад И детсадовская еда Об этом написаны тома Застывший блин манной каши Отчаянно сладкий чай Или Тошнотворный желудевый кофе Несъедобный суп С пшенной крупой Жесткие котлеты Невозможно воняющая Жареная рыба Наверняка из самых дешевых И еще Рыбий жир Я дитя поколения рыбьего жира В дни, когда готовили рыбу Отваривали Жарили Тушили Помещение детского сада Прованивало так Что, несмотря на погоду Воспитательницы распахивали окна В общем, в саду я не ела Сидела над тарелкой И роняла слезы В кашу и суп И я была не одна Садик мой находился во дворе дома на Кировской Ныне Мясницкой Где прямо за углом Был хороший, всем известный рыбный магазин Я помню конусообразные конструкции Из банок с крабами И белые овальные эмалированные лотки с икрой Красной и черной Последняя была представлена В нескольких видах Ястычная В неаппетитной желтой слизи Потом я узнала, какая она вкусная Крепко спрессованная Трудно разрезаемая И липкая Паюсная И, собственно, королевская Белужья или осетровая Зернистая Сероватая С жемчужным отливом И отдельными ядрышками Эта королевишна Нам была не по карману Ястычную Я, ребёнок Есть бы не стала А вот паюсную Мама покупала Брикетик граммов на пятьдесят Завёрнутый в прозрачную кальку Процедура была обязательной Назначенной детским врачом Для поддержания гемоглобина У доходяги-дочурки Икру я съедала Слизывала с бумаги Там же, в магазине На мраморном столике Возле окна Ела себе И посматривала в окно Ела без аппетита Равнодушно Потому что так надо Иначе ноги таскать не будешь Говорила бабушка Хорошо помню Прилипшие к зубам Икринки Дома я тут же бросалась Чистить зубы Икра икрой Но доходяга Я оставалась Каждое кормление Обоюдная пытка И для меня И для родителей Помню летний выездной Детский сад От маминой работы И это было спасение Для родителей Дитя проводило Лето на воздухе Спасение для родителей И, уверенно, Горе для детей Редактор субтитров А.Семкин